Путин победитель, Путин триумфатор. Еще не состоялись партийные съезды по выдвижению кандидатов-конкурентов, но сценарий избирательной кампании известен. Путин решил вести страну дальше, и значит, так тому и будет. И потому формат пресс-конференции принимает предвыборный характер уже в первых вопросах. Зачем вы идете на выборы? И вам самому не скучно? Насколько вам интересно участвовать в выборах без сильного конкурента? Однако Владимир Путин замечает в зале дерзкий, как казалось, плакат с пожеланием скорейшей отставки. Я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано «Путин бай-бай». Ну вот, давайте заострить. А, бай-бай. А, Господи, боже мой. Сегодня все меня боятся. Здесь написано «Путин бай-бай», это по-татарски, дедушка Путин. Так вас называют. Нашу республику и многие регионы в этом году всколыхнул языковой вопрос. Мы, конечно, переживаем, не будет ли нам хуже. Принято решение Министерством образования, но мы хотим услышать. Не поднимете ли вы через год, через два, через три снова этот национальный вопрос? И не стоит ли в ваших планах укропнение регионов, о котором сейчас все говорят? Очень переживают. Так неожиданно для организаторов пресс-конференции вопрос о татарском языке отодвинул более актуальную тему предстоящего участия в выборах президента и его конкурентов. Ответ Владимира Путина по форме и по сути соответствовал характеру вопроса. У нас нет никакой остроты в сфере национального, так выразились вопросы. Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно – создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни. И если люди будут знать свой национальный язык и будут отставать в языке междунационального общения, в русском языке, преподавание в ведущих вузах страны ведется на русском языке, мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вы услышали ответы? Если это можно назвать ответом, я услышал. В Татарстане не только языковая проблема, проблема понижения статуса татарского родного языка от уровня обязательного школьного преподавания до факультатива, до добровольного, по заявлению. А ответ Путина, к сожалению, он меня не то что разочаровал, а больше удивил. Он не знает положения. Он примерно так ответил, что то большинство татар, которые проживают за пределами Татарстана, лучше, чем положение, чем татары здесь. Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского. У меня сложилось впечатление, что Владимир Владимирович не вполне владеет нюансами ситуации. Если будут изучать татарский язык, то проиграют в карьере в будущем. Но он никак не акцентировал государственный язык, негосударственный, в обязательную часть программы включать. То есть с этой точки зрения все остается по-прежнему, только на добровольной основе. Языковая проблема была скомкана, надо признать. Она просто была скомкана. Нам не повезло, что вопрос о Татарстане был в тот период пресс-конференции, когда Путин был не разогрет. Вот если бы эта девочка с плакатом вынырнула бы через час, через два часа, тогда все было бы по-другому. Он был так уже красненький, живой, и может быть там был другой разворот. Вышла с плакатом Путин Бабай. О чем это? Сама она говорит, что у нас в Татарстане Путин называет Бабаем. Это дезинформация. Путин у нас в Татарстане никто не называет Бабаем. У нас Бабаем в Татарстане называют одного человека. Вы знаете кого? То, что президент говорит о том, что во всех республиках должны изучать свои языки, что любой народ должен иметь право изучать свои языки, это принципиально правильно. Другое дело, что любые мысли президента, к сожалению, у нас часто принимаются как немедленная вещь, когда немедленно притворить жизнь. Я ведь думаю, что Путин не все докладывает, к сожалению. Мне кажется, что здесь была просто повторена позиция федерального центра. Собственно, эта позиция легла в основе того решения, которое принял Государственный совет Республики Татарстана. Кто какой язык знает, тот о том и говорит. И если человек разглядел, соответственно, Бай-Бай, то он разглядел просто английское словосочетание. Мне кажется, в этом ничего неожиданного нет. И искать какие-то большие политические подоплеки я бы не стал. Я видел выступление Путина в Яшкарале. То есть это не была какая-то импровизация, это была заготовка, и каждое слово было продумано. И обратите внимание, что фактически сверху, просто через вертикали власти, была продавлена одна определенная позиция. Без обсуждения с гражданами, без учета мнения разных групп. И эта позиция через прокуратуру, через вот этот механизм выполнения президентских поручений, она была доведена до завершения. На мой взгляд, история не закончена. То есть это будет иметь продолжение. Я не согласен с тем, что вчера на пресс-конференции была поставлена точка в этом вопросе. Вторая часть ответа президента на вопрос журналиста из Татарстана содержал обсуждаемую и вытекающую из логики развития событий тему укропнения регионов. Здесь глава государства был краток, и ответ его был без альтернативы. Если говорить про экономическую целесообразность, то тогда, конечно, наверное, иногда есть смысл в этом укроплении. Мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Никаких государственных планов по укропнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока и президент этого не будет. Ну, предполагался такой вопрос будет, ждал его и, конечно, очень внимательно слушал ответ. Я должен сказать, что из ответа следует, что ничто не исключается. То есть, Путин однозначно сказал, что никакой госпрограммы укропнения нет и не будет. Госпрограмма. И никто не будет навязывать конфигурацию регионов сверху. Но он оставил форточку открытой. А представим себе, что проявили инициативу снизу. И вдруг это, оказывается, получает поддержку, получает широкую поддержку. Что тогда, значит, получается, что это возможно. Я думаю, что сейчас на первый план выходит социально-экономическое развитие республики. Если мы себя будем показывать как регион, достаточно стабильно занимающий первые места и позиции в различных рейтингах экономического и социального развития, то это нам будет только на пользу. И в этом плане для Татарстана ничего не изменится. Это самое главное. Самое главное, чтобы мы не были, например, локомотивом для тех регионов, которые являются депрессивными. Чтобы нас не заставили делиться нашим бюджетом. Ренат Ахмедзианов, Роман Безменов, 7 дней.